Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире работает проект Сайс Онлайн, студия Тимофей Обухов. 15 часов, традиционное эфирное время Санкт-Петербурга. И прежде чем предоставить слово нашему невскому корреспонденту, хочу напомнить, что в минувший понедельник Анна Шишминцева выходила с нами на связь из исторического парка «Россия. Моя история» и рассказала о некоторых проектах, которые доступны для внеклассных учебных занятий школьникам Северной столицы. Ну а сегодня Глеб Ильинский решил развить тему деятельности этой просветительской площадки. Передаю ему слово, Глеб. Добрый день! Да, добрый день, Тимофей. Здравствуйте, дорогие телезрители! Какой из новых проектов исторического парка «Россия. Моя история» привлек ваше внимание? Тимофей, не только мое внимание, но и, наверное, внимание всех православных христиан и, может быть, всех неравнодушных людей, жителей Петербурга и гостей нашего города. Привлекает внимание будущая выставка, которая открывается здесь буквально через несколько дней и посвящена она удивительному человеку, полководцу, имя которого знают абсолютно все. Это Александр Васильевич Суворов. Именно здесь и будет открыта выставка, посвященная этому православному человеку. Ну, а более подробно я, конечно, попрошу рассказать начальника экспозиционно-выставочного отдела, Сергей Суворов, Роман Михайлович. Здравствуйте, Роман Михайлович. Здравствуйте. Ну вот расскажите, что же нас ждет, что это за выставка? Потому что вот мы сейчас стоим буквально в трех метрах от этого зала, где монтируется сейчас выставка. Что нас ждет? На самом деле эта выставка посвящена не полностью жизни и судьбе нашего самого выдающегося полководца. Это всего лишь отдельный фрагмент, который приурочен, собственно, к 220-летию альпийского похода Александра Васильевича Суворова. То есть этот поход был совершенно уникальный. Он как раз состоялся ровно 220 лет назад, вот в эти дни. То есть он стартовал 10 сентября и закончился 27 сентября. Вот в основе этой выставки лягут фотографии современного исследователя, замечательного фотографа и журналиста Ольги Рачковской, которая 15 лет изучала события швейцарского похода. Она прошла полностью по тому маршруту, по которому шли войска Суворова. И, в общем-то, и фотографии, принесенные с этого маршрута, они лягут в основу этой выставки. Помимо всего прочего, здесь мы увидим оригинальные, настоящие экспонаты той эпохи. То есть это будет вооружение, это будет снаряжение. Ну и, собственно, важна будет сама атмосфера, потому что мы постараемся создать именно ощущение пришедшего на эту выставку, что побудет на какой-то момент участником самого альпийского похода. То есть у нас будут скалы, у нас будут диорамы, у нас будут манекены участников похода. Швейцарский поход сам по себе явление уникальное, как, собственно, и личность Суворова. За 43 года своей военной службы Суворов не проиграл ни одного боя. В принципе, то есть ни большой битвы, ни маленького сражения. В швейцарском альпийском походе принимали огромное участие будущие герои 1812 года. Это Пётр Багратион, который командовал авангардом. И вообще, если посмотреть на современных фотографиях и на тех, собственно, фрагментах, которые мы увидим, мы поймём, насколько сложным, страшным, тяжёлым был этот поход. Каждый знает из его изучебника истории. Но вот окунуться в него, понять, по каким же всё-таки местам, с какими трудами, с какими усилиями прошла русская армия, практически сбережённая Суворовым, да ещё и пленных. Он привёз там 1400 французов, когда выходил уже на российскую территорию. Это само по себе событие, конечно, очень уникальное, интересное. И, собственно, через Альпы, так как Суворов в этот сезон не переходил ни один полководец. То есть это, в общем-то, гордость наша, да, это наш замечательный Александр Васильевич Суворов. И не случайно, в общем-то, в тяжёлую годину Великой Отечественной войны, в 1942 году, мы вновь обратились к его личности, и был учреждён орден Александра Васильевича Суворова, которым награждались высшие военачальники, в общем-то, Великой Отечественной войны. Вот меня интересует такой вопрос. Эта выставка, она рассчитана прежде всего на кого? Это на школьников или на людей уже подготовленных, взрослых людей? Мне кажется, что каждый для себя может найти что-то новое, что-то интересное. То есть те, кто интересуется вооружением, они увидят подлинное оружие. Те, кто интересуется, собственно, на самой истории, они найдут эту историю на, в общем-то, страничках, на фотографиях, на картинах этой выставки. Ну, а тот, кто действительно захочет погрузиться в атмосферу и почувствовать себя участником похода XVIII века, тоже найдёт для себя место здесь. То есть для любой аудитории, абсолютно для всех желающих. Ну и вопрос, где, когда и что? То есть, соответственно, когда открывается выставка и сколько она будет идти? Выставка у нас открывается 24 сентября. Торжественное открытие выставки у нас в 18 часов. И выставка продлится у нас до 10 ноября. Ну и, может быть, ещё вы скажете нашим телезрителям, где? Бассейн-32, исторический парк «Воссия. Моя история». Ждём вас. Спасибо большое. Залезов Роман Михайлович был сегодня в нашем эфире и очень подробно рассказал об этой, на мой взгляд, совершенно уникальной выставке, которая открывается здесь 24 числа. И мы, конечно, наверняка расскажем об этой выставке более подробно, потому что всё, что связано с именем этого удивительного человека Александра Васильевича Суворова и те победы, которые он держал, и самое главное, и та любовь, с которой он относился не только к своему делу, но и к людям по печенью Александра Васильевича, веривших его по печенью, свою жизнь. Обо всём и об этом мы узнаем из этой совершенно уникальной выставки, вот здесь, в этом замечательном пространстве выставки, здесь, в Петербурге. Конечно, мы будем всех ждать и с нетерпением расскажем вам тоже об этом. Спасибо, Глеб. От себя хочу добавить, что на выставочное пространство исторического парка «Россия. Моя история» территория ярких, порой самых неожиданных открытий и впечатлений. Уверен, это может подтвердить каждый, кто однажды там побывал, а такая возможность есть в российской столице и ещё в 20 городах страны. Ну что же, наступает праздник Рождества Пресвятой Богородицы, и в эти минуты у нас на Урале начинается всеночное бдение, а жители столичных регионов отправятся на службу через два часа. В эти дни на нашем телеканале запланированы прямые трансляции богослужений. Предварительный график выглядит следующим образом. Завтра, 21 сентября, прямая трансляция Божественной Литургии из Сретенского мужского монастыря столицы. Начало в 9.45 по московскому времени. Затем, субботним вечером, прямая трансляция всеночного бдения из Храма Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова Санкт-Петербургской Духовной Академии. Начало запланировано на 18 часов по Москве. Далее, утро воскресного дня, 22 сентября. Прямая трансляция Божественной Литургии вновь из Храма Апостола Иоанна Богослова. Напомню, что 22 сентября мы чествуем родителей Девы Марии Святых, Богоотеца Якима и Анну. И сейчас вместе с Анной Мусан-Леви мы отправимся к ним в гости. Девы Марии Святых Ну вот, дорогие, мы с вами стоим на полу храма царицы Елены. Стены нет. Стены более позднего периода представления нам о храме не дают. Когда археологи нашли, вот то, что нашли. Это пол от храма Елениного, мозаика, на полу крест. Это, кстати, доказательство всегда для археологов, что храм действительно 4 века. Потому что в 5 веке был поместный собор, который запретил изображать кресты на полу. Так что если крест на полу, это до 5 века, 4 век однозначно. И вот здесь есть греческие буквы ТПГН. И некоторые ученые полагают, что это аббревиатура слов по-древнегречески. Здесь родилась Пресвятая Богородица. Или Пресвятая Богородица родилась здесь. Не имеется в виду, что крестом была обозначена прямо точка. Имелось в виду, что храм стоит на месте, где это событие произошло. Сами же подземные комнаты от Дома Божьей Матери находятся внизу. Вот как мы были в храме Рождества Христова. Верхний предел храма, под ним пещера. Так же было и здесь. Был верхний предел храма, несохранившийся. И под ним в пещере, где одна из комнат Дома Божьей Матери, еще один престол внизу. Там на самом деле целая сеть комнат с древней лестницей. И вот на самом деле мы не знаем, что там было. Есть предположение, что это могла быть кладовка. Потому что очень много полок в стенах устроено. Очень уютно на самом деле. Так или иначе, но вот это то, что осталось от Дома Пресвятой Богородицы. Нам же не точка важна, а важно, что здесь это происходило, здесь родилась Божья Матерь. Сзади вас небольшой новоучрежденный пределы Акима и Анны. Под ним колонна. Вот тоже полагают, что это колонна, а то, что осталось от Дома Божьей Матери. Найдена была при раскопках. Давайте прикладываться к ней, а потом спускаемся вниз. Рождество Твое, Богородица Тебу, Радость возвести все вселенные, Из Тебе, Вова сия солнце правды, Христос Бог наш. И разрушив клятву, даде благословение, И упразднив смерть дарованным, живут вечные. Богородица, Деба, радуйся, Богородица, Деба, радуйся, С тобой, Господи, И Богу звонит плач, чрева Твоего. 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 И многих других прославленных верхотурских святых и перед чудотворной иконой Божьей Матери умиления. Мы приглашаем всех наших зрителей присоединиться к соборной молитве в храмах. А для тех, кто такой возможности не имеет, будем вести прямые трансляции. На этом пока все. Спасибо вам за внимание и с наступающим праздником! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok